Витископ Проблемы есть везде определенные, но там скорее проблемы качества материала спортсмену, уровень спортсменов. Сейчас большая проблема. Но федерация гребли, вот у меня есть план, я написал план подготовки. Как и везде, ты понимаешь, под план подготовки идет финансирование. Сколько это стоит? Стоит дорого, потому что выезды у меня нарисованы в основном не в Египте, потому что там сложно тренироваться. Стоит это не дешево, они говорят, нет проблем. Вот я защищался в Олимпийском комитете. Пообещали тебе все, только попадай на Олимпийские игры. Да, вот у них это задача. Но работа сама, вот это в основном ребята, там проблемы какие? Клубная система, только клубы. Сильнейшие там 2-3 клуба, причем один совсем ему плохо, это полицейский клуб. Сейчас гибнет армия, и там еще несколько больших клубов. Остальные мелкие клубы. Море, вот утром, представить, что это Египет, страна вроде не спортивная. И как я первый раз ехал, представлял, так нужно будет, как перед Индией я ехал, когда нужно будет объяснять, искать лодки. 6 утра, ты сама видела, Нил заполнен лодками. Причем хорошими. А как же ты говоришь, что материалы там нет? А это в основном юноши, это в основном дети, которые до школы. В основном до школы, это 80% школьники. Школьники. У них система баллов для поступления в университет. Определенно, чем больше баллов, тем больше у тебя выбор университета. И они на соревнованиях нарабатывают, насколько я понимаю? Да, ну не только там кто-то где-то, и по своим знаниям, и конкретно по спорту. Если ты участвуешь каким-то видом спорта занимаешься, участвуешь в соревнованиях. Есть большой плюсик. И хорошие баллы, которые добавляют тебе в поступление в университет. Ну что, с этой массой нет возможности выбрать? Вот юноша, у нас как идет, у нас юноша, мы его уже видим, талантливый, бережем, выращиваем и растим до олимпийских игр. Там на юношей я даже вообще не смотрю, потому что я знаю, что 100% практически юношей не будут заниматься дальше. Они поступят в университет и закончат. А где же братья не юношей, которые уже... В свое время, когда я могу, ну хвастаться, это не хвастаться, ну это реальная вещь. Нет, можно похвастаться, я помню, да. Восьмерка, призеры, кубка мира, мужская там... Весь мир снял шляпу. Да, двойка безрульная. Это два клуба было. В основном три. Чуть-чуть. Армия, полиция и там араб-контрактор, который платит деньги, который покупает профессионалов. То есть он их делает, профессионалов. И полиция, армия, это солдат, солджер. Ну да, то есть они в ружье вперед. Служат, да, и вперед. Вот, поэтому, что я сказал, полиция, один из вот этих клубов, из которых можно... Он гибнет. Работа в основном мальчики. Девочки там низенькие, девочки там маленькие. Слабенькие. И, мало того, психолог... Тоже вариант. Из них можно было бы делать хороших легковесок. Легковесок. Замечательных. Но для легковесок особенно, они должны быть злые и хотеть работать. Они должны там рвать. А у них менталитет такой, мы девочки. В основном там юниоры, из которых никого не возьмешь. В элитную, в первую сборную. И вот эти три клуба основных, из которых я могу что-то черпать. Вот принцип у них. Клубы платные. Но все равно клубы в основном за счет спонсоров, за счет взносы небольшие. Поэтому за счет взносов клубы не могли существовать. Ты видела клуб, классический египетский клуб. Ты видела классический грибной клуб. Это эйлинг, над эйлингом ресторан. Вот, приходят люди отдыхать. Таким образом оплачивают частично клуб. Но тоже, в основном это спонсоры. И клубы армия платит. Армия, полиция, полиция, естественно. А вот тут клуб, который... Араб-контрактор, это крупнейшая строительная фирма. А, ну да, они могут позволить себе задержать клуб, скажем так. Да, да. Ну, как и у нас. Главное у них, это первый вид спорта, это футбол. Второе место футбол. Третье место футбол. А все остальное это уже как получится. Так по мелочи. Витископ. Спортивное видео.